Я приветствую наших зрителей нашего оригинального видеоканала Original TV. Это канал об оригинальных людях и оригинальных событиях, которые происходят в мире. И я очень благодарен нашим зрителям, спонсорам нашего видеоканала, которые поддерживают нас материально, морально. Нашим единомышленникам, которые смотрят нас и следят за ходом наших мыслей, которые развиваются вместе с нами, учатся мыслить критически, развивают свою индивидуальность. И сегодня мы встречаемся вновь с автором нашего видеоканала, бывшей православной монахиней Валентиной Муренковой. И у нас для вас есть замечательная новость. Валентина Муренкова написала свою книгу. Рукопись закончена, поставлена точка. Валентина, я тебя поздравляю от всей души. Это был многолетний, титанический, тяжелейший труд. Расскажи, пожалуйста, о своих чувствах, эмоциях. Во-первых, я хочу тоже всех поприветствовать. Я очень рада нашей новой встрече хотя бы в таком формате и с Максимом, и с нашими дорогими зрителями. Да, труд был титанический, но можно сказать, что он только половина. Потому что я решила разделить свою работу на две книги, потому что в одну она просто не вмещается. Можно сказать, 30 богатейших лет. Попробуйте 30 лет всяких бурных событий вместить в какой-то человеческий такой объем. Я же не Лев Толстой, у меня другая фамилия. Я по-другому должна это все делать. Ну, могу сказать, что больше года у меня ушло на первую часть. Надеюсь, что вторая будет быстрее, потому что это дебют. Я училась и писать, и править. И вот сейчас мой текст отправлен в крупное московское издательство. Я пока... Держите за меня кулачки, что называется, потому что я еще не знаю дальнейшей судьбы. То есть как она там пройдет, будут ли ее печатать, не будут ли ее печатать. И так далее. То есть я пока только отправила. Вот. И жду результата. Но, по крайней мере, уже первые правки все прошли. Вот. Редактор такие. Так что мы посмотрим, что будет дальше. Вот. Прекрасно, прекрасно. И если вы думаете... Я замерла в ожидании. Если вы думаете или думали, дорогие зрители, что жизнь монахини скучна, однообразна, сера и беспросветна, то вы не правы. И вот сейчас, по прошествии многих лет, Валентина говорит о той жизни своей, о монашеской, как о бурной. Так что есть что вспомнить, о чем рассказать, что поведать миру. И, конечно, выразить себя и рассказать правду о том, что на самом деле представляют из себя монастыри российские. Ну, да. Ну, у меня же, как бы, если бы я только описывала свой монашеский путь, это было бы не так смешно. Потому что надо сначала туда попасть. Вот. И поэтому у меня сначала какое-то время идет описание того периода, который подвел меня под монастырь. Вот. Бурная богемная жизнь молодой художницы и все такое. Вот. А вторая часть книги, за которую я уже взялась, потому что тут самое главное не прекращать этот процесс, это, как бы, у меня идет такая, ну, композиционная калька с книжки про хоббита туда и обратно, да. Вот сейчас у меня дорога туда описана, а теперь самое главное, как оттуда выйти. Вот это будет во второй части книги. Вот. То есть ты себя ощущала таким православным хоббитом, да? Ну, по крайней мере, это понятная композиция туда и обратно, да. Ну, любой квест, любой трип, он вот таким вот образом описывается. То есть как ты дошел до такой жизни, а потом что делать, да? Проклятые русские вопросы, что делать, кто виноват, и все в таком духе. Так что вот такая композиция. Ну, посмотрим, как оно все пойдет. Да, ну, кто виноват, понятно. А кто виноват, понятно. Кто виноват, слушай, ну, кто всегда виноват во всех наших проблемах? Ну, и ближние, конечно. Русские люди ответили на этот вопрос. Кто виноват во всех их бедах? Ну, Валя, вопрос такой. Вот богемная жизнь и монастырская жизнь, это две крайности, да? Ну, да. Своего рода. А вот, ну, хотя бы так вот пунктирно. Расскажи нам про то, что отличало твою богемную жизнь. Вот, что ее делало такой нестандартной, необычной, непохожей на жизнь других людей. И что тебе приносило удовольствие, а что нет? Потому что ты ведь убежала от этой жизни богемной, правильно? В монастырь. Ну, вот, да, все как бы переплетается очень интересно, потому что, как бы, в основе моих приключений лежит один человек, это я сама, да? Ну, понятно, что другие люди там в ней тоже участвуют, так или иначе помогают или мешают мне принимать решения и так далее и тому подобное, это ясно, да? Но все равно главное действующее лицо – это я сама. И, как бы, печать моей личности наложилась на мою богемную жизнь, на мою монашескую жизнь. Вот, забавно, что когда я в монастырях и мужских и женских встречала бывших людей из богемы, там, рок-музыкантов, там и прочее, прочее, за версту видать вообще на самом деле. Именно, знаешь, почему видать? По особому усердию к внешнему благочестию. Они так стараются выглядеть, благочестиво выглядеть органично в этой среде, что их сразу видно. Это примерно, знаешь, как приехавшие люди из провинции в столицу, так стараются слиться с столичными жителями, что, как бы, их сразу видно. Москвичам и питерцам так стараться не надо. Вот. Вот примерно то же самое. А поскольку, в общем-то, у меня и у моих друзей, вместе с которыми я, так сказать, оказалась в недрах православной церкви и в дальнейшем монастыре, у нас был такой богатый мистический опыт, назовем его так, лизотерический опыт и так далее. Я, как бы, осознанно этим не занималась. Но мои друзья там облака разгоняли и все такое. Это было мое такое окружение. У меня тоже был некий мистический опыт, опыт общения с полтергейстами, которые населяли нашу мастерскую. И это не шизофрения, потому что есть десятки свидетелей, многие из них живы до сих пор, и помню все, что нас там творило с этими самыми полтергейстами, отчего мы были вынуждены просто от противного искать способ борьбы с ними. Потому что, ну ладно, хорошо, если есть эти ребята, наверное, есть что-то еще. И тогда вот моя подружка, у которой сегодня день рождения, поздравляю, Верочка, она принесла в дом икону, и вдруг мы заметили, что там, где стоит эта икона, и мы жгли рядом с этой иконой хозяйственные свечки, то почему-то вот эти бурные духи переставали баловаться. Ну вот я не знаю, как хотите, в книге все эти эпизоды с полтергейстами очень хорошо описаны, это все, что я видела своим глазом, все, что видели мои друзья, видела моя дочь, будучи ребенком и так далее. Там масса приключений с этими самыми полтергейстами. Вот это привело нас к движению от противного, что ну ладно, хорошо, если есть вот такая какая-то сила, наверное, есть еще какая-то сила. Потом я убедилась, что силы... Можно сказать, что их много, и можно сказать, что она одна. И прежде всего, это творческая сила самого человека, и творчество, ну, назовем это мирозданием. Кому-то хочется, чтобы это был Бог, ну, как угодно назовите, ну, в общем, сила жизни. Эта сила очень разнообразно проявляется, это очень творческая сила. Очень важно за нее держаться, да. Вот мы видим, как люди, которые не живут своей жизнью, стараются подражать другим, быть вот эти неофиты, неофиты, да. И, в общем-то, можно сказать, что ты от своего пути на долгие годы отклонилась, да. И это был тупиковый путь твой, да. И вот желание не быть собой, не жить своей жизнью, неспособность себя принять, любить себя, привела тебя к тому, что ты начала жить совершенно чужой для тебя жизнью, да. Подражать, и что это не... Это противоречило твоему естеству, твоей творческой натуре, твоей природе. Так это? Это и так, и не так. Потому что, опять-таки, вот понимаешь, с одной стороны, да, лихие 90-е. Тогда все летит неизвестно куда, особенно начало 90-х, это было, ну, конечно, страшное время. Ну, кому страшно? Нам выпала великая честь жить в перемену времен, да? Конечно, конечно. Вот, поэтому, как бы, на каком-то этапе, вот собственная слабость, поиски чего-то подлинного, ну, представь себе, вот, ну, даже на моей памяти, на памяти нашего поколения, сколько всего изменилось, да? Казался незыблемым Советский Союз, и вдруг он сломался. Казалось незыблемым одно, и вдруг оно все меняется. Жизнь казалась такой привычной, понятной, то есть нас учили, как мне жить, да, наши родители учили, как мне жить, как выживать, учили бабушки, дедушки, и все. И вдруг эта жизнь становится совершенно другой, и, как бы, в этот момент не я одна. Искали чего-то вечного, каких-то вечных ценностей, многолетних, многодавних, каких-то традиций, чего-то такого, за что надо уцепиться, вот это все у тебя, как бы, песок сквозь пальцы просыпается, да, лучшее. Замки, по которым ты жил, вот они у тебя просто рушатся у тебя на глазах, и хочется чего-то такого стабильного, да, постоянного. Мы же тогда еще не знали, что стабильность, при всех ее удобствах, она, собственно говоря, ведет к смерти. Вот, и в стабильности клетки не обновляются. Мы еще не знали, что жить в перемену времен это рецепт вечной молодости, на самом деле. Вот, вот сейчас у нас опять. Времена меняются, и мы вместе с ними, да, и это как раз рецепт вечной молодости. Поздравляю вас, дорогие товарищи, господа, братья и сестры. Вот, мы пришли к ним. Мы опять молодеем, потому что все меняется каждый день, и радикально. Вот, и мы вместе с этим. Прекрасно, да здравствуют перемены, не боимся перемен, мудро адаптируемся, меняемся, формируем у себя гибкость. И, конечно, вот это, конечно, был комплекс жатвы, который привел, привел в монастырь, где хотелось к чему-то прислониться большому, и низкая самооценка, и когда ты передала просто, по сути, да, ответственность за свою жизнь на, другим людям, попыталась переложить ее на плечи там организации, других людей, возможно, харизматичных, возможно, таких вот уверенных в себе, но обернулось это для тебя большой драмой, и вот это тоже прекрасный пример того, что ни в коем случае не делегируете ответственность за свою жизнь, только вы отвечаете за свою жизнь, и только вы решаете, как вам свою жизнь прожить, как только вы почувствовали себя жертвой, передали, вот идея спасения, да, жертва ищет спасителя, спасателя находит, и в конце концов это все оборачивается против нее же самой. Ну, ты понимаешь, в чем дело? Тут как все интересно, что на самом деле кому-то хорошо в этом состоянии. Дело в том, что свободная женщина это же, ну, скажем, достижение последних ну, ста лет, даже меньше. Ведь к осознанной жизни, к свободе женщина начинает приходить вот только буквально последние десятилетия, и то далеко не все. И ведь ну, нас так воспитывали, что пусть за тебя решат мужчины, ты слабая, ты красивая, ты девочка, вот, у тебя бантики, и все в таком духе. Когда с садиком воспитывали, ты понимаешь? А это всех так воспитывают, будьте паиньками, да, чтобы нравиться другим, и в результате, что люди испытывают большую фрустрацию, проблемы, когда они хотят соответствовать чужим ожиданиям, и не живут своей жизнью, и их-то жизнь и ломается как раз из-за этого. Согласна. Согласна. Вот. И, знаешь, даже сейчас, здесь и сейчас, среди разумных, умных женщин, состоявшихся, успешных, и так далее, слово феминизм, они так вот сначала пугаются, когда ты начинаешь объяснить, что феминизм, ты пойми, что это равноправие, это как бы твое право на жизнь, твое право на самоопределение, твое право на много чего, это равноправие, это не значит там там вести себя как-то социально или отрицать мужчин как таковых, ничего подобного, это совершенно все другое, люди так начинают это вот, и у меня теперь уже очень много друзей, мужчин, феминистов, это так приятно. Вот, между прочим, обратите внимание, друзья, вот женщина говорит о том, что разумных, нормальных женщин очень мало. понимаешь, в чем дело, им очень приятно диригировать кому-то свою ответственность, чтобы кто-то рядом очень сильный, нет, это безусловно приятно, когда рядом есть сильный мужчина, я не спорю, но, как бы, пусть он все решает, вот я хочу за кого-то спрятаться ему, ну пусть это будет не духовник, как, допустим, в монастыре, да, а пусть это там будет муж, там, друг и так далее, в любом, в конце концов, вот, за которого я спрячусь и мне будет хорошо. Ну, вот, ну, ну так, веками воспитывали, то есть далеко не каждой нужна эта свобода, вот в чем дело, она далеко не для каждой женщины и для каждого мужчины, она осознанна. Это вот сейчас буквально, вот, вот, буквально это, что называется, последний месяц, это такой всплеск вот этой женской силы, женской свободы, в том числе нам его демонстрируют события в Белоруссии, которые, безусловно, я наблюдаю за каждым днем всего происходящего и даже губки накрасила сегодня в знак солидарности с Марией Колесниковой, которая, конечно, женщина эпохи, это потрясающе, вот она сейчас за стенкой в тюрьме и это чудовищно, просто чудовищно, что происходит, но это такие ярчайшие образцы духовной, творческой свободы, женской свободы, проявления ответа, не только за себя, за свой народ, за весь мир, в конце концов, потому что это, действительно, это символы нашего времени, вот такие прекрасные и удивительные женщины, как Нина Богинская и так далее, Светлана Тихановская, потрясающе, просто вот, и то, что это происходит здесь и сейчас, онлайн у нас на глазах, это, ну, это, это с одной стороны, учебник жизни, это репетиция того, что будет очень скоро во многих странах, прежде всего, в России, это много чего, это, ну, знаете как, лицом к лицу лица не увидишь, да, нужно какое-то время для осознания, и вот, когда каждый день наполнен событиями, когда каждый день наполнен смыслами, новыми смыслами, вот именно вот этот перелом происходит в эпохе, то очень трудно сразу дать ему оценку, но уже сейчас понятно, что вот в этих событиях сумасшедшая, невероятная энергетика будущего, и важно это понимать. Это прекрасно, это прекрасно, я лишь хочу, я с тобой согласен, мы тут обсуждали тему эту революции в Беларуси, и, конечно, даем где-то пять лет России, что в течение пяти лет там случится то же самое. И я единственное хочу сказать о том, что вот в данном, по данной теме, что женщины хотели равенства, да, но стали похожими на мужчин, поэтому равенство и похожесть это разные вещи, немножко. Разные. Вот, поэтому мужиковатые женщины. буду возражать, не все женщины похожи на мужчин, просто настали такие времена, когда многие мужчины похожи на женщин, просто потому, что, опять-таки, никто не виноват, тут вот, надо понимать, что вот в следствии, ты понимаешь, это же глубокие демографические процессы, когда множество мужчин погибло на войне, когда множество мужчин погибли в репрессиях, когда множество мужчин просто не доживают до какого-то возраста, такого мудрости, когда остались миллионы женщин, которые одни воспитывали своих детей, в том числе и мальчиков. Приводили их куда? В детский садик, где у него была воспитательница кто? Женщина. Дальше он отправлялся в школу. И учителя, кроме физрука, ну и воинрука потом уже, были тоже женщины. Потом он шел учиться в институт, но там за редким исключением тоже преподают женщины. И получается, как женщины воспитывают вот такого мужчину. Опять-таки, ну кто виноват? Ну кто виноват? Это вот, ну... Мы знаем, кто виноват. Да. Но все правильно. Я понимаю, что виноваты тираны и деспоты. Это все ясно. Но с другой стороны, опять-таки, есть мудрая пословица о том, что каждый народ достоин своего диктатора. И пока народ не изменится, им будут отправлять вот такой вот такие странные люди. Ну да, такое и есть. Прекрасно. Начинай менять мир, начинай его с тебя. Так ведь? Да. И это неудивительно, Валю, что ты вот на эти темы говоришь, что ты интересуешься такими процессами, связанными с раскрепощением, освобождением, переменами, революциями. Потому что, в принципе, вот что объединяет религию и авторитарные режимы? Это вот именно тот самый авторитаризм, авторитарность. И ты, пройдя и вот эту вот систему, зная ее очень хорошо изнутри, по сути, авторитарную, религиозную, да, христианскую, православную систему, в тебе все это, в тебе сопротивляется твоя натура, твоя душа, которая не терпит, не терпит, а насилия, насилия, принуждения, ограничения, да, вот то, вот этого прессинга, да, под которым ты находилась долгие-долгие годы. Да, согласна. Согласна. Вот, поэтому неудивительно, что... Да, слово самое осознанное. Понимаешь, в чем дело? Вот тут нам надо... Я же, как сказать, ну, в принципе, я с этим родилась, я просто не могла в себе это... Ну, когда ты маленький, когда ты ребенок, когда ты юная девушка, то ты этого просто не понимаешь, насколько цена свобода, что это самая высшая ценность человеческой жизни. Здоровье любого богатства, здоровье, ну, здоровье, конечно, да, здоровье нужно всем, иначе ты просто не живешь. Это я вот сейчас в этом, ну, сказать, в который раз убеждаю, что подшипнувшееся здоровье его надо поправлять, да, потому что без него, ну, как бы, ты не жилец. Вот. Но из таких вот духовных потребностей свободы, это, конечно, самое главное, самое важное, самое... Но я скажу, что здоровья без свободы тоже не бывает, потому что... Я понимаю, да. Люди, включенные в экономическое рабство, вот этот трудоголизм, да, это общество потребления, они вынуждены работать, и они теряют, ну, вынуждены работать по 8, 10, 12 часов, и они теряют свое здоровье. Их, из них выкачивают все силы, их доводят до госпитализации, к ним относятся потребительские, и теряют и физическое здоровье, и психическое здоровье. Поэтому свобода здесь, это условия сохранения здоровья и отличного самочувствия. Вы просто не будете болеть, потому что нервная система у вас будет в порядке. А ведь что такое? Вот эти... Вот этот трудоголизм, да, это общество потребления, это постоянный стресс. Стресс, в котором люди живут и теряют все. В обмен на что? На пайку, на пайку, понимаешь? Ведь в основном все-все живут, большая часть людей живет просто за прокорм и коммунальное удобство. Все. Ну, как считается, кто такой раб? Это человек, который, собственно говоря, получается, трудится за еду и ночлег, так ведь? Конечно. Ну и там еще какая-то поддержанная машина, какое-то украшение. Это для того, чтобы опять-таки ехать на работу, так ведь? Ну и для того, чтобы показать другим уровень своего благосостояния, благополучия. То есть, опять же, соответствовать навязанным стандартам и не жить своей жизнью, а просто вот впечатлять других. Вот что может быть глупее? Платя за это своим здоровьем, своим спокойствием, своей внутренней гармонией, творческим потенциалом, между прочим, тоже. А вот расскажи вот в связи с этим творческий потенциал. Все-таки вот находясь внутри этой авторитарной системы, твой творческий потенциал-то раскрывался? С творческим потенциалом там все сложно, потому что, понимаешь, прежде всего, в православии как таковое, церковь православная, она отрицает творчество. Творчество, потому что творец у нас один, это Бог. А ты тварь. Бог творит, а ты можешь только утворять. Вот. И поэтому творческие состояния, вот это творческое вдохновение, вот это творческое, вот это все, там всячески не приветствуется. Но поскольку я была долгие годы конописцем, да, то там, ну, как бы... То есть ты делала это через силу? Это не было проявлением творческой свободы? Это была рутина такая, да? Нет, я не могу сказать, что это было только так. Но поскольку я очень быстренько вышла все-таки на авторскую икону и на проявление, я вступила в творческий союз художников, и проще-проще. То есть это все равно, вот как бы во мне все это было. Единственное, что для начала я изучила весь канон, вот, как бы, традицию, да, традицию и канонической иконы, и живописной иконы, и вот эта архитектурная все традиции, чего и как. А дальше, зная, уже обладая вот этими знаниями, теория, так сказать, вот это все, я уже стала сочинять, что называется, свои иконы, и делать на новые иконы, которые я, по-моему, заказываю, например. Не было иконы святителя Феофана Затворника в литургическом облачении. Я ее пишу, соединяю все его портреты живописные и так далее. Вот. Ну, и много таких всяких работ было, когда я уже делала нечисто свои работы. Но, в конце концов, ты возненавидела иконопись, да? Ты об этом рассказывала. Я хочу тебе сказать, за 30 лет я просто очень устала. Потому как можно... Ну, я больше не верующий человек, понимаешь? У меня право в непригодность случилось. Я не религиозный человек вообще. И как это вот... Да, вот сейчас вот мне опять предстоит решиться. На очередной учебный год меня приглашают преподавать, но я преподаю иконопись, как арт-терапия. То есть я просто учу людей рисовать. А дальше пусть они с этими навыками своими делают, что хотят. Вот. Потому что, ну... Ну, обрезай себе церковных, художник, который абсолютно не религиозный. Это же, ну, как это называется? Вот так и называется. Но потом я могу сказать, что иконопись – это самое тяжелое, самый тяжелый художественный труд, то есть все, какие есть. Он настолько энергоемкий, просто полностью вот это все себя размазываешь по этой иконе, потом от тебя ничего не остается. Это очень тяжело. И вот, ну, я просто за 30 лет надоел мне все. Вот. Я теперь современный художник. А это, ну, как профессия, что с белой ручки не стряхнешь, и за пояс не заткнешь. Вот. Поэтому так вот. Прекрасно. Кстати, что касается вот темы несоответствия. Вот я жил в Дании, я там учился, изучал социально-политическую систему этой страны. И вот оказывается, что священники могут вполне быть атеистами, ну, в крупных городах, не верить в Бога и просто ходить на службу, как на работу, читать там проповеди, и все. Также они могут быть там нетрадиционной сексуальной ориентации. Вот. Но это в крупных городах. В мелких там все-таки от людей требуют вот этого соответствия. Ну, понимаешь, но это несчастные люди, с одной стороны. А с другой стороны, это издержки профессионализма. Вот. Ну, почему несчастные? Они зарабатывают деньги тем, что бла-бла. Это как СМИ тоже. Вот. Наверное. Журналист не обязан верить. Там, я не знаю. Он обязан освещать события. Конечно. Как представители второй древнейшей профессии то же самое. Сейчас все это. Эти древнейшие профессии сейчас консерватизм настолько, настолько ушел корнями в прошлое, что представители древнейших профессий сейчас самые востребованные люди. Вот. У них накоплен многовековой опыт. Конечно. Многовековой опыт умеют. Да, умеют они. Вот. Валя, спасибо тебе огромное. Я очень рад, что вышла книга. Надеюсь, что издательство оно опубликует, напечатает большим тиражом твоей книги. Мы все ждем твои зрители, твои поклонники, люди, которые... Ну, я не горюю, понимаешь, я же бывший советский человек. То есть, у меня есть еще про запас несколько вариантов. Ну, не опубликуют они, опубликуют кто-то еще. Нет, я вам передам в интернет-издательство и так далее. Опубликую сама, в конце концов. То есть, я это... Ну, просто хочется начать с Москвы. Вот. Ну, это... Конечно, есть... Рассказы меня поймут. Вот. Хочется дебютировать в Москве. Ну, там как пойдет. То есть, не так, так эдак. Нас выстроят в одну дверь, мы войдем в другую. Так что, вот. Многовариантность. Я не циклюсь на одном этом издательстве, я не циклюсь на одном таком вот сюжете, таком сценарии. Ну, нет-к-нет, да-к-да. Ну, как говорят сами жители Москвы, и Москва это Вавилон такой, и там есть все. И высокие образцы, и лучшее, что может быть, и самый самый отстой. Поэтому там тоже. Поэтому самое главное, чтобы были читатели двои, раз. Чтобы был продукт, два. Чтобы эта книга, чтобы был маркетинг хороший, да, чтобы книга попала на полки, в магазины, была доступна читателям. Вот это самое важное. Где она издается? Ну, уж лучше, я думаю, даже где-нибудь в Берлине или в Нью-Йорке, чем в Москве. Я не спорю, возможно, дойдет и до Берлина с Нью-Йорком. Кто же знает. Так что, да, не будем зацикливаться. Ну, и самое главное, вот ты вообще-то дебютировала на Original TV, а не на каком-нибудь там московском канале или телевидении российском. Поэтому сейчас есть современную эпоху, при современных технологиях есть все возможности. Даже если вы находитесь где-то в маленьком городе и стать, прославиться, стать известными, главное, что это иметь судьбу, биографию, мысли, вот эта вот страсть, да, свое мнение, быть индивидуальностью, вот что сейчас самое главное. Не место красит человека, не место, а человек красит место. Запомните это. И я об этом говорил, Валентина украсила Эстонию своим присутствием, тем, что ты, Валя, переехала сюда. И, конечно, ты сделала огромную честь этой стране. И по сути... Что ты меня приняла, за что я благодарна? Конечно, очень ты историческая для России личность. Кто-то, какой-то человек написал, сейчас я вот хочу это процитировать, наш твой зритель, наш зритель написал следующее. Ну, тролль, конечно, тролль. Новый жанр бывших священников, то священников, то монахинь. Такие байки может любой навыдумывать и наболтать сколько угодно. я только больше зауважал действительных священников и монахов за то, что они стоят с Богом и помогают нам всем, несмотря на все наветы и обвинения. Такое не придумаешь, конечно, и посмотрите на Ютьюбе, наберите словосочетание бывшая монахиня, и это это Валентина Муренкова, больше никто не осмелился, никто не осмелился рассказать о себе столь откровенно, столь интересно, столь искренне, столь подробно, написать книгу, вдохновлять людей, Валя вдохновляет людей выходить из этих христианских сект, из этого дурмана веры. и так далее. Так что, что бы ты ответила этому троллю, Валя? Ну, это может быть и не тролль, троллей много, ну, это профессия такая, им за это деньги платят. Мы назовем его троллем. Ну, в любом случае, если человек пока еще стоит в вере, ему там хорошо, пусть стоит, некоторые же, некоторые же действительно хорошо в церкви, это хорошо людям слабым, которым нужна поддержка, ну, костыли нужны такие, духовные, вот. У кого-то это семейная традиция, человек, например, не хочет там идти против своего рода, своих родителей, это тоже бывает, это нормально, а некоторым просто там вот хорошо, да пусть себе будут. Я говорю о тех, у кого появились вопросы, у кого появилось желание двигаться дальше. Ведь, понимаете, мы же меняемся каждый день, у нас каждый день меняются, даже на клеточном уровне мы меняемся. Через три дня мы уже другие, через год это вообще, ну, другой человек даже, чисто физиологически он уже другой. Вот. Естественно, меняются наши мысли и идеи, говорят, что не меняются только клинические идиоты. Поэтому проходит там пять лет, десять лет, пятнадцать лет, тридцать лет, и человек не может оставаться таким, каким он был раньше. Вот. Поэтому тем, кто, кому пришло время меняться, кому пришло время вылупляться из этой скорлупы, из этого яйца, вот для них мы и говорим. И опыт бывших, он, знаете, как за одного битого двух небитых дает. Абсолютно. Абсолютно, верно. И, да, мы, мы меняемся постоянно, трансформируемся на клеточном уровне. Только одноклеточные не меняются. Поэтому не будьте одноклеточными, да, развивайтесь, меняйтесь, не позволяйте никому вас определять, решать за вас, кто вы и будьте собой, будьте собой. Валентина, спасибо тебе огромное за вот эти вдохновляющие выступления, вдохновляющие речи и за этот пример, пример для многих и многих силы духа, критического мышления, способности выйти из самой сложной, запутанной жизненной ситуации, обновиться, измениться, достичь свободы и счастья и вот сопротивляться этому, этому вот этой атмосфере несвободы, авторитаризма, тупоумия, ограниченности, регламентированности жизни. Вот такие люди очень нужны. Я думаю, что ты и в Эстонии оказалась не случайно тоже, потому что здесь тоже нужны свободомыслящие люди. Они нужны везде. Я хочу пожелать от себя и от имени наших зрителей тебе творческого полета, успехов, огромнейших выставок, конечно же, публикации твоей замечательной книги вот в ближайшее просто время уже и наши зрители обязательно ее приобретут, купят, она будет иметь успех, она обречена на успех. Вот. И, конечно, новых новых картин полной самореализации как современного художника. Идеи у тебя много, таланты есть, умения, навыки абсолютные. Вот. И мы с нетерпением будем ждать твоих новых работ и глядя на тебя будем радоваться жизни. Спасибо, Максим, спасибо всем зрителям и всем всего самого-самого доброго, прежде всего здоровья в наши непростые времена. Всего хорошего. До следующей встречи. Редактор субтитров